Итак, завершилась череда новогодних и рождественских праздников. Как понимаю, в этот период деятельность организации как никогда направлена на добрые дела, на благотворительность. Конечно же, Красный Крест — это в первую очередь благотворительная организация. Именно в новогодние праздники, тогда, когда люди ожидают чуда и новых свершений, мы стараемся это чудо приносить. Наши мероприятия направлены в первую очередь на тех людей, на помощь тем людям, которые в ней нуждаются. Например, 21 декабря в Драмтеатре мы организовали крупное мероприятие, на которое были приглашены 450 детей из всего Гомельской области. Это и дети-сироты, и дети из многодетных семей, и неполных, соповские дети, дети из Луганских и Донецких областей Украины, беженцы из Сирии, Афганистана. Огромное интересное мероприятие, каждый ребенок получил сладкий подарок. Ежегодно проходит и проводится в этом году не исключение «Елка желаний». Это вообще по-настоящему брендовый проект Белорусского общества «Красного креста», ведь так именно «Красный крест» когда-то начинал акцию. Да, отрадно отметить, что нашу акцию переняли, и мы уже видим, что «Елка желаний» стала не наша краснокрестовская акция, а общественная акция. Это подключается к этой акции сейчас и общественная организация, и просто неравнодушные люди. И чем больше людей будут заниматься благотворительностью, не обязательно под эгидой «Красного креста», главное дарить людям добро. Тем большее количество людей будет получать эту помощь. И еще одна тема для разговора. Готовили к похолоданиям. Кому и как в морозные дни будут помогать волонтеры Белорусского «Красного креста»? Конечно, в каждом районе мы уже подготовили одежду теплую, теплую обувь, одеяло, постель для того, чтобы каждый нуждающийся мог прийти. Даже сейчас приходят люди и получить эту помощь. Кроме этого, в сильные морозы у нас на базе каждой организации будет открыт пункт обогрева, куда нуждающийся человек, будто бездомный, либо просто человек, оказавшийся в тяжелой жизненной ситуации, мог прийти, обогреться, согреться, попить теплого чая, получить ту же одежду, горячее питание. Кроме этого, у нас планируется работа мобильных пунктов, когда наши волонтеры на автомобилях разъезжают по городу Гомеля и оказывают помощь нуждающимся бездомным. Будут установлены также палатки «Красного креста», в которых будут и работать пушки обогрева, и тоже все могут прийти туда погреться, выпить горячего чая. На днях в Гомеле появился четвертый контейнер по сбору одежды и обуви. Насколько эффективна, как по-вашему, такая форма благотворительности, такая форма сбора вещей? Данный опыт очень актуален, и мы видим уже, что он приносит огромное количество помощи нуждающимся. Благодаря контейнерам собирается много одежды, которая распределяется среди нуждающихся людей. У нас сейчас в каждом районе находится такой контейнер. В городе Гомеля этих контейнеров 4. Адреса их можно посмотреть на нашем сайте, уточнить. Хочу выразить благодарность райисполкомам, Гомельскому облсполкому за оказанную помощь в установке этих контейнеров. Благодаря помощи населения в 2017 году мы оказали помощь более 3000 человек, которые нуждались в ней. Это не гуманитарная помощь, которая приходит в нашу страну раз или два в год. Это постоянная помощь, которая есть в районе. И в любой момент тот, кто оказался в тяжелой ситуации, может прийти и эту помощь получить. И мы видим, что этот опыт нужно расширять. Проект с контейнером, он единственный у нас в республике. Только в Гомельской области такие контейнеры для сбора одежды установлены. Сейчас это пытаются перенять в других областях, поэтому мы рады показать пример. Добрых дел станет больше. Конечно же. Спасибо за это вам и вашим коллегам. И до новых встреч в эфире Беларусь 4.